Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы говорим и о депутатской работе, и частично о том, что больше всего волнует наших жителей. Это некоторые вопросы, связанные с нашими бытовыми, жилищными проблемами. И в одном лице у нас сразу и депутат Совета депутатов, городского округа Люберцы и главный инженер АО ЛГЖТ Евгений Олегович Веснин, который уже был у нас в гостях. И вот через некоторое время мы вновь пригласили его в студию. Здравствуйте, Евгений! Добрый день! Ну, во-первых, как вот летом же, вроде все отдыхают, немножко расслабляются, но депутаты, я так понимаю, тем более еще люди, которые работают в ЛГЖТ, все время на связи. Да, у нас сфера такая специфическая, у нас нет ни выходных, ни проходных, ни праздников. Мы жизнеобеспеченным населением занимаемся, поэтому здесь не до отдыха. Вот даже сейчас программа идет, а где-то, например, требуется ремонт или что-то происходит. Тем более мы видим с вами, что раньше, когда не было интернета, мы меньше узнавали о всевозможных проблемах в разных городах, уж тем более в разных районах. А сейчас мы понимаем, что так устроен весь мир, что невозможно, чтобы везде было все, чтобы все краны работали, чтобы где-то вдруг чего-то не произошло. И поэтому поговорим об этом. Но прежде всего, лето еще время ремонта. Да, вообще ремонт – это такая одна история. Иногда перестановка дивана в доме занимает просто все силы, и ты просто думаешь, боже мой, лучше бы это мы не трогали. А ремонт? Вот давайте начнем. В первой части поговорим о непосредственно работе, ну, как представителя ЛГЖТ. И чем отличается такой текущий капитальный ремонт? Тем более, что мы все время считаем вот эти вот во всевозможных квитанциях, такой-то ремонт, такое ощущение, что мы все за что-то платим, а где этот капитальный ремонт? Это как, новый дом должны возвести или просто прийти стенки покрасить? Вот давайте, разница между текущим ремонтом и капитальным. Основная разница между текущим и капитальным ремонтом заключается в том, что текущий ремонт, он направлен на поддержание конструктивного элемента дома или инженерной коммуникации в ее рабочем состоянии, безаварийном, в промежутке между капитальными ремонтами. То есть капитальный ремонт, это, соответственно, уже стопроцентная замена того или иного элемента дома. Но устанавливается какая-то разница по времени? То есть, например, текущий, а капитальный или для разного дома по-разному? У каждого элемента конструктивного, например, будь то крыша шиферная, профнастила у нее, у нее существует определенный срок эксплуатации. Ну, сколько сейчас? Ну, шиферная крыша порядка 50 лет. А, нет, да. Да, соответственно, шиферная, прошу прощения, профнастила, там другой срок эксплуатации у нее. А текущий ремонт, он как раз направлен на то, чтобы кровля не текла, чтобы подлатать именно вот этот промежуток между капитальными ремонтами. Немножко похоже на ямочный ремонт, когда асфальт делают. Да, да, все, принцип один и тот же. Но, правда, этот ямочный ремонт иногда все-таки делают так, такими какими-то кусочками. Вот и текущий ремонт все-таки подразумевает, если человек поднимается на крышу, ну, такой, да, удобный пример, мы его берем и видит, что там 8% шифера, ну, норма, крышу будем называть, да, она же разная бы, нормально. А вот 20 уже, то есть он же не будет там каждую дырочку латать, то есть он снимет какой-то один щит большой, и на него место новое, да, правильно? Да, абсолютно верно. Ну, вообще считается, что при повреждении более 50% кровли, то есть не то, что же повреждения, а при неудовлетворительном состоянии более 50% кровли, дом включается в план капитального ремонта уже. Тем более, что мы видим в последнее время у нас и ветры шквалистые бывают, и дожди невероятные. Помните, был период, когда снега так много выпало, что в некоторых местах крыш, к сожалению, даже, я имею в виду, в стране, и за рубежом обвалилось. Значит, кто следит за текущим ремонтом и как это вообще происходит? Ну, например, вы принимаете какую-то программу, что сегодня дом 7, завтра дом 9, завтра дом 10. Ну, у нас, как управляющая компания, существует два вида обходов. Это весенние обходы и осенние обходы. В рамках проведения этих обходов заполняется обходной лист. Там у нас идет перечень как раз конструктивных элементов. Там кровли, цоколя, отмостки, места общего пользования, внутренние инженерные системы. И по итогам данных обходов и осмотров уже составляется титульный список тех работ, которые необходимо провести на жилом доме. А это делает исключительно компания или какие-то люди участвуют в этом, жители? В этом задействованы основные техники смотрители. То есть за каждым техниками смотрителя закреплен свой жилищный фонд, который он обходит ежедневно, значит, вносит какие-то замечания. Значит, эти замечания уносятся в журналы сантехнических служб, общестроительные службы, заявки, скажем тогда, обыкновенные. И как раз-то работы выполняются в рамках текущего ремонта. Хорошо. Вот такой второй вопрос. Сначала начнем с того момента, что иногда поставили что-нибудь новенькое, кто-нибудь пришел, что-нибудь открутил сразу же. Так называемые вандалы. Особенно, я помню, в позднесоветское время как-то не откручивали это все, да и двери были открыты. А сейчас, например, поставят новые ручки на перила, добрый человек в кавычках придет и скрутит чуть ли не в этот же вечер. Вот как тут быть? Ну, к сожалению, да. В последнее время мы все чаще и чаще сталкиваемся с проблемой вандализма в местах общего пользования. Ну, расписывают стены еще. Расписывают стены, да, вы правильно абсолютно сказали. Кто-то скручивает ручки с окон, кто-то перила отламывает с лифта, да, и зеркала в лифте, вы знаете, размещают. Очень часто, да, их только разместят, приходишь на следующий день, а зеркала уже нет. Видимо, кому-то отражение просто не дает. Но спасибо, что зеркала все-таки появляются, потому что некоторые зеркальные компании таким образом себя рекламируют, то есть они наклеиваются. Но даже вентиляторы вот в новых лифтах воруют, все что угодно. Да, да. И, конечно, мы с этим стараемся бороться, значит, и привлекаем органы правопорядка к этому. Сейчас вообще за это серьезно наказание могут быть? Ну, наказание доходит в штрафы. Штрафы, штрафы платят. В основном, к сожалению, в основном это подрастающее поколение у нас промышляет хулиганством. Ну, стараемся привлекать. И жители, наверное, важно, чтобы они следили. Особенно, когда ремонт сделали, это как звонок им должен быть, что, ребят, сейчас надо немножечко посмотреть, почаще. Муху вострою держать, да. Действительно, есть дома, где жители очень бережно относятся к сохранности мест общего пользования, следят за тем, чтобы незнакомые люди не заходили в подъезд. Есть дома, где, к сожалению, жители менее ответственны. Соответственно, там чаще акты вандализма происходят. Но мы стараемся, опять же, с органами правопорядка, этот вопрос держать на контроле, максимально оперативно реагировать и выявлять этих лиц, которые данные действия производят. Вот другой пример, не касающийся вашей компании, но как бы в продолжение темы. Вот сделали текущий ремонт, и, предположим, стало хуже, чем было. Ну, вдруг, вот побелели, раз, смотришь, через 3-4 дня уже пошла трещина, а еще, значит, через какое-то время осыпалось это все. Ну, мы можем же такой вариант предполагать. Вот в этом случае что делать? Вроде как деньги затрачены, ремонт выполнен, а житель, куда он обращается, и что, как-то переделывается все? Кто несет за это ответственность? В любом случае, организация, которая проводит ремонтные работы в подъезде, она обязана по гарантийным обязательствам возвращаться. А, ну, ты же как раз? Конечно, в случае возникновения каких-то дефектов, брака, это все переделывается, ремонтируется. Естественно, это уже не за счет средств жителей, а все это происходит за счет организации, которая проводила эти ремонтные работы. То есть не стоит стесняться жителям, если что-то сделали не так. У нас, опять же, бывает, где-то что-то не подпилили, не подрубили, или где-то болтик не вкрутили. Вот надо обращаться к вам, сразу же решать. Потому что, например, когда меняют, как это называется, стоки для дождевой воды, вот они тоже... Водостоки. Да, водостоки. Тоже там, либо первую часть кто-то что-то не доделал, или что-то не склеил, из него льет, как из фонтана. Поэтому нужно обращаться и решать. Наша управляющая компания, в принципе, итоговую проверку работ, приемку работ, старается проводить при участии старшего по дому, совета на квартирного дома. То есть чтобы люди максимально были вовлечены в этот процесс. Ну, это и полезно, потому что если вы вдвоем, втроем увидели, сразу же эту проблему решают. Вот тут еще такой один интересный вариант – покраска. Потому что есть жители, которые обращаются с такими вопросами, что подъезд вдруг превращается... Ну, там, где красится, где-то красится, разные есть варианты. Кто принимает решение, что вот мы будем красить в такой цвет, а мы будем делать, ну, как это называется, какие-то там чуть ли не скульптурные работы вообще. И это же все денег стоит? Да, мы на всех этапах, как я сказал, стараемся вплотную работать с жителем. Поскольку именно он большинство времени пользуется, и под подъездом, и ему жить в этом доме, мы на всех этапах максимально стараемся быть в диалоге с людьми. То есть... Цветов-то много? Цветов много, есть кольерная карта, то есть с которой мы приходим жители, проводим обсуждения, выбираем, это все протоколирует, составляется кольерное решение по дому. И в соответствии с выбранным решением производится уже окраска. А бывали какие-то такие неожиданные предложения? Бывали, сиреневый цвет был, очень такой интересный. На самом деле, получилось здорово. На этапе покраски всем не нравилось. А когда все уже общий вид нарисовался, вот совсем другое дело получилось. И люди в конечном итоге все оказались довольны. Понятно. Вот следующий такой вопрос. Многие депутаты приходят, когда мы обсуждаем серьезные вопросы. Понятно, что и ЖКХ тоже туда входит. Одна из таких, это дворовые территории. Это либо шлагбаум, либо дорога, тротуар, либо бордюры. Вот такая глобальная сейчас тема для больших городов. И лавочки. Либо их нет совсем. В некоторых домах стоят лавочки еще со времен Леонида Ильича Брежнева, которые как бы, как красить, не красить, они как из другого мира. И они где-то как-то так стоят, такое ощущение, что они ничейные. А есть лавочки, где устанавливают. Выясняется, что какие-то жители хотят лавочки, какие-то не хотят. Вот как вообще эта тема решается? Потому что, насколько я понимаю, некоторые жители не хотят ставить лавочку, потому что боятся, что там будут неприятные люди собираться. Да, действительно, лавочка. Сам по себе факт установки лавочки, в нем ничего сложного нет. Приехал, поставил, подварил. Но вот среди соседей одного подъезда, скажем так, лавочка очень часто является зерном преткновения таким. Здесь мы стараемся, конечно, учитывать мнение большинства. Просим жителей, чтобы они прошли по подъезду, собрали максимальное количество подписей жителей, чтобы у нас в случае чего была какая-то бумага, согласно которой мы могли сказать, что вот жители, большинство жителей этого подъезда за установку лавочек. Тогда, конечно, мы идем навстречу. Ну, раньше красиво было, и в общество сохранились такие дома. Как бы это было предусмотрено, что вот где дверь входная, там обязательно должна стоять лавочка. Обязательно, как бы всегда удобно и для вещей, и для всего. Но, видимо, есть, например, если рядом с домом определенные магазины, то оттуда лавочки точно, наверное, надо. Да, проблемы возникают определенные. Хорошо. Еще один такой вопрос. Помимо лавочек, вот люди иногда, насколько я знаю, сейчас запрещено, например, шины вот старые использовать, самодеятельность какая-то приветствуется, она как-то может оговариваться, вот я хочу сделать клумбу. Ну, самодеятельность, понятие растяжимое. Кто-то положит черную покрышку и скажет, что я сделал клумбу. Да, да, да. А кто-то из этих покрышек делает красивых лебедей, вы все знаете, да, разукрашивает это. И, конечно, такой вариант приветствуется. Вариант с черными покрышками, ну, все-таки у нас городской округ. Да, мы же, да, как не солидно будет в городском округе, в палисаднике, чтобы лежали шины. Поэтому мы, конечно, стараемся с людьми проводить беседу. Если это, скажем так, не портит облик, если это красиво, то мы только за. Понятно. А вообще шины, конечно, мы стараемся убирать. Ну, по-моему, они уже даже запрещены в любом, даже в виде лебедей. Это опасный отход, скажем так. Это опасный отход, да. И мало того, уже создаются специальные места, куда бесплатно можно отвезти шины. А то раньше, я помню, некоторые по ночам по одной шине, прячась, так сказать. Потому что, действительно, это нарушение закона. Сейчас сделаем небольшую паузу, еще немножко поговорим о проблемах жилищных, и, конечно, о депутатских, потому что в студии у нас Евгений Веснин, депутат сайта депутатов городского округа Люберца. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в студии Евгений Веснин, депутат сайта депутатов городского округа Люберца, главный инженер АО ЛГЖТ. И вот тут следующий вопрос. Опять же, мы видим, что очень часто каких-то ручек не хватает, каких-то элементов. Иногда нам кажется, что их кто-то ворует. Ну, вот окно. Курящий какой-нибудь выходит со своей ручкой. Как, знаете, раньше в железных дорогах со своим одели ручкой. Раз, и этой ручки уже нет. Ни открыт, ни закрыт. Либо оно открыто навсегда, либо оно закрыто навсегда. Вот. Вот как этот вопрос решается? И вам хлипкие же еще ручки эти все. Да, да. Здесь, как я сказал, уже техник-смотритель ежедневно обходит свой жилищный фонд. Естественно, он делает заявки в случае, если ручка сломана, если она не работающая. Но здесь еще возникает такая проблема между соседями. Как вы правильно сказали, есть курильщик в подъезде, который выходит в места общего пользования. Невозможности ничего сделать. Да, да, да. Открывает окно, весь подъезд в дыму, все это тянет в квартиры. В квартирах дети, естественно, и никому не понравится, что его ребенок дышит тем, что, извиняюсь, там происходит на лестничной клетке. Вот. Поэтому здесь вопрос такой очень интересный. Кто-то из соседей выходит, сам скручивает ручки, дабы курильщик не выходил и, скажем так, в подъезде не курил. А, он будет курить закрытым окном, не страшно. Ну, да, да. Ему не страшно, но, к сожалению, такие моменты бывают. Да, мы, конечно, стараемся все как-то стараться... А расход большой на эти ручки идет? Они все-таки денег стоят? Вы знаете, если это одна ручка, то, конечно, небольшой. А в массе всего жилого фонда у нас 884 многоквартирных домов, естественно, даже если по одной ручке мы возьмем в подъезде, это уже практически тысяча ручек. А ручки вот на двери входные? У нас же есть входные двери, которые когда-то сами граждане ставили, я имею в виду, на подъезд. А есть, где они уже как бы установлены? И там ручку можно приделать, если кто-то захочет? Они иногда без ручек же бывают. Ну, на нашем жилищном фонде нету дверей без ручек, у нас все с ручками, конечно, по обращению. Прям как вы нигнуть, у нас все с ручками, все как положено. Хорошо. Значит, по поводу, кстати, плитки, мы тут говорили, я просто рассказывал о том, как ремонт делали у меня. И, возвращаясь к теме краски, сейчас же есть разные варианты, да, в некоторых регионах даже приглашают каких-то художников. Ну, сейчас стрит-арт моден, да, раскрашивать, ну, хотя бы первый этаж. Или если художник живет в доме, он там, я не знаю, может, получает разрешение, а может, без разрешения. Вот, мы же помним историю, даже закрашивали где-то все равно. Вместо краски какие-то еще есть способы использовать в улучшении вида подъездов, кафель, например? Я понимаю, да, я понимаю, о чем вы говорите. У нас продающая компания любая работает в соответствии с 1090-м постановлением о минимальном перечне работ. То есть, если мы с вами говорим о хрущевке, пятиэтажный, четырехподъездный дом, то там укладка плитки не предусмотрена. Там у нас есть штукатурка стен, окраска стен и так далее. Есть дома новостройки, где первый этаж уже, значит, стены выложены кафелем. Поэтому мы не можем запретить жителям выбрать кафель. Но, опять же, в минимальном перечне работы этой работы нет. То есть, жители могут собрать собрание собственников, провести голосование, и голосование определить, что да, мы хотим, например, в хрущевке первые этажи, а может быть и все этажи, кафелем выложить, да, кафелем с усальным золотом. Да, с рыбкой. Да, да, все как угодно. Жители собирают, принимают решения, определяют источник финансирования данных работ. А то они что, сбрасываться должны? Открывается счет, да, жители сбрасываются и управляющие... А, вот так можно сброситься, да, искать, мы хотим кафель с рыбками. Абсолютно верно, да. То есть, любой капли за ваши деньги. Понятно. А там, где, соответственно, при постройке дома уже был предусмотрен кафель, конечно, все это делается уже в рамках работы в вашей компании. Вот еще такой вопрос, я даже его зачитаю, потому что так точно не запомню, потому что я очень плохо разбираюсь в этих документах, в этом огромном перечне, за что мы платим, вот, и какие-то там суммы разные бывают, хотя мы очень четко знаем, что надо меньше воды использовать, правильно, и меньше света, все. У нас еще запорное устройство, потом еще что-то. И вот, что лучше, личный накопительный счет дома или общий у фонда капремонта? Потому что есть четкое ощущение, что когда звучит слово капремонт, вот эти все фонды, что деньги туда уходят как в этот, в какое-то непонятное пространство. Ну, значит, в данном вопросе, конечно, безусловно, лучший счет фонда капитального ремонта. Я объясню, почему. Как понять, что эти деньги никуда не исчезли? На моем опыте было следующее. Фасад дома требовал капитального ремонта с утеплением, потому что выкрышилась межкирпичная кладка, где в квартире появилась плесень, промерзание и так далее. Но у жителей на их счете попросту не хватало денег для проведения этих работ. Да. А если бы такая же ситуация у нас возникла с домом, который собирает деньги на фонд, на счете фонда капитального ремонта, таких проблем бы не возникло. Потому что фонд, он а то и фонд. Деньги аккумулируются, и если какому-то дому необходимо проведение данных работ, то, соответственно, из этого фонда деньги тратятся на данный дом. То есть на счете фактически люди могли собрать, например, 10 миллионов, а ремонт стоит 20 миллионов. Вот за счет того, что они аккумулируются на фонде капитального ремонта, эти работы проводятся. Да, принимает решение, опять же, дом. То есть, грубо говоря, человек, живущий в доме, не участвующий ни в чатах, ни в какой жизни, вообще не знающий, где у него компания и так далее. Ну, снимающий, например, квартиру. И вдруг платежки видят, что теперь мы платим столько-то. То есть эта цифра возникает из-за решения дома или из-за решения кого? Значит, любой многоквартирный дом может собрать собрание собственников, принять решение, аккумулировать денежные средства на собственном фоне. А если я не согласен с этим? Ну, здесь у нас право большинства. Ага, понятно, очень хорошо. Так, вернемся к капитальному ремонту, нашей любимой теме. У нас деньги есть, предположим, да. Что такое капитальный ремонт? Капитальный ремонт, как я уже сказал, это стопроцентная замена конструктивного элемента дома. То есть, если текущий ремонт – это частичный ремонт, как ремонт дорог, латочный, да, то капитальный ремонт – это стопроцентная замена либо внутренних инженерных систем, горячее, холодное водоснабжение, система водоотведения. А как жить-то будет, пока будут трубы менять? Я помню, у нас все лето лифт, а не было его просто. Я даже похудел к тому времени. Тут надо понимать, что любой ремонт – это некие неудобства, да. И, понятное дело, что такой сложный элемент, как лифт, который, ну, действительно, здесь работа профессионалов нужна, потому что это, прежде всего, жизнь человека. Да, да. Значит, это требует какое-то время, и какое-то время придется, да. И точно так с водой получается, когда мы меняем трубы, мы выключаем либо холодную, либо горячую? С водой немножечко проще. Здесь есть возможность отключать постепенно. То есть, собирается стояк людей на определенный день, на определенное время. Водоснабжение перекрывается, вырезается участок, в то время как у других жителей вода есть. И, соответственно, производится замена. Можно стучаться. Можно вас помочь? Можно к соседям зайти, да, и попроситься. Ну, и капитальный ремонт, наверное, он еще проще в том, что мы уже как бы не смотрим иногда, вот текущий ремонт вроде как сделали, мы понимаем, что, знаете, как машину ремонтируешь, понимаешь, ну, еще годика-полтора, и все равно придется по новой это все делать. А капитальный, это уже... Да, кстати, после капитального ремонта тоже идут проверки, да, все это... Конечно, конечно, безусловно. Если что-то находится, то... Безусловно, да. Электросчетчики, вот если их собираются менять, такая сложная сейчас система с этими счетчиками, все, наверное, сталкивались, когда там подаешь данные, иногда они где-то оседают в компании, что-то она не успевает... Ну, в общем, это проблемы есть определенные, но, тем не менее, вот если дом собирается их менять, как это все происходит и что делать со старыми счетчиками? Почему? Потому что очень часто, когда у вас подходит время поверки счетчика, забрасываются, сейчас научились делать, я сам это проходил, Ну, разве что от президента не приходит предложение, да, приобрести счетчики. Причем там написано черным по белым, какой я буду плохой, если я не сделаю поверку. И вот такими буквами написано новые счетчики. Вот это как будет все происходить? Ну, здесь нужно понимать, что, во-первых, счетчики, за счетчики ответственные МОЗ, Облэнерго у нас. Да. И вариантов тут несколько. Первый вариант – это если вы по своему желанию захотели поменять рабочий счетчик, тогда в этом случае придется заплатить денег. Если же у вас счетчик по какой-то причине вышел из строя, то работайте, проводят уже бесплатно МОЗ, Облэнерго. Все напросто. Да, здесь все очень просто. Так, а водяные счетчики как-то входят в вашу? Обязанность по установке, эксплуатации, поверке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, он слежит на собственнике жилого помещения. То есть он сам выбирает компанию, которая имеет лицензию? Абсолютно верно. Есть перечень компаний, абсолютно правильно говорить, лицензированных, которые умеют это делать, делать качественно это. Собственник обращается, к нему приходят, устанавливают, если нужно, проводят какие-то дополнительные работы, потому что, ввиду стесненности, сами понимаете, не везде у нас большие туалеты, иногда приходится поменять разводку, так, чтобы можно было установить водосчетчик. Все эти работы проводятся, ставятся на учет. Ну вот так огромное время мы у Микайса уделили очень важным вопросом, и я думаю, что многие наши телезрители, живущие в городском округе Люберцы, довольны, по крайней мере, вопросом, а уж какие ответы, насколько они ими довольны. Но вот так идет работа, и очень важно понимать, что прежде чем стучаться и ругаться, надо внимательно узнать, что происходит в вашем доме теми людьми, которые выбраны. Даже если вы в этом не принимали участие, но это, извините, уже ваши проблемы. Теперь о депутатской работе все-таки успею вам пару вопросов задать. Что сейчас чаще, во-первых, есть ли прием, вот, как часто обращаются, какие вопросы в основном? Депутатский прием, конечно же, осуществляется. Я его провожу каждый, вернее, последний вторник каждого месяца. Значит, проводится он у меня на Куракинской, дом 6, это помещение ЖО2. А люди обращаются с совершенно разными вопросами. Тут очень сложно. Ну, а оригинальные были какие-нибудь? Оригинальные? Да. Оригинальный получил просьбу, обращение, не знаю, жителя. Он попросил ночью летать самолеты повыше, потому что мешает спать гул моторов. Это самое оригинальное. Я думаю, что через месяц можно сказать, как легче стало спать, потому что мы договорились. Это была самая оригинальная просьба такая. Ну, у нас многие депутаты работают с депутатскими командами. Кто в вашей депутатской команде? В моей команде Сурков Владимир, Коровкин Дмитрий и Калинин Вячеслав. И вот вы все вместе. Да, безусловно. Я считаю, что в данной работе один в поле не воин. И здесь залогом успеха является именно командная работа, потому что каждый из нас специалист в своей сфере. И как раз дополняете, не заменяете. Абсолютно верно. Мы его заполняем и решаем гораздо большее количество вопросов, поступающих нам от жителей. Ну вот, такая была у нас программа. Мне кажется, очень интересно. И по цветовой гамме поговорили, и по кафелю, и по счетчикам, и по интересным запросам. Надеюсь, что как раз вы, как депутат, имеющий... Тут прям половина вопросов обычно, наверное, касается непосредственно вашей работы. И иметь такого депутата, мне кажется, очень хорошо. Спасибо большое, Евгений Олегович Веснин. Депутация – это депутатов городского округа Люберцы и главный инженер АО ЛГЖТ. Теперь будем ждать, наверное, с вами осенний период, когда будем к зиме готовиться. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин